Вот сейчас показывают в красной форме Хаджимурат Гацалов, Осетин, Северной Осетии Алании. Борется он с олимпийским чемпионом Сиднея Адамом Сайтиевым. Братья Сайтиевы, наверное, в вольной борьбе эта фамилия уже в представлении не нуждается. Буйвасар первым стал в истории чеченских борцов, кто сумел выиграть в Атланте, олимпийское золото. И вторым в истории вот этой республики, кто сумел добыть олимпийскую награду. Чуть ранее это сумел сделать штангист, если не ошибаюсь, Арсамаков. Интереснейший поединок. Я уже говорил, что суперполуфинал был между двумя олимпийскими чемпионами Хаджимуратом Магомедовым и Адамом Сайтиевым, где Адам провел великолепный бросок и сейчас сделал зацепы изнутри. Но, вы видели, ногой зацеплял, не удержал равновесия. И эту ситуацию сумел использовать Хаджимурат Гацалов. Сделал бросок на один балл. И вот так вышел вперед более молодой осетинский атлет. Но для Сайтиева, конечно, полуфинал был с точки зрения уверенности. А все-таки у него был большой перерыв после Олимпиады. Он нигде не выступал. И для него очень важно сейчас для Адама Сайтиева утвердиться, здесь выиграть. И прежде всего выиграть нужно было у Хаджимурата Магомедова, который стал и чемпионом Европы, и чемпионом мира. Еще раз попробую сделать зацеп. Попытаться в левую сторону. Хаджимурат Гацалов бросок через спину или кочерга, или хлыст еще называют прием. Чем отличается кочерга от хлыста? То если некачественный бросок идет, не хлестка, то кочерга. А если уж как по маслу, как из катапульты зарядит кто-то, то тогда говорят, что сделал хлыст. Ну вот есть такая своя терминология. В каждом, наверное, виде спорта борцов она очень образна. Хороший переворот делает Гацалов. И что? Бал? Бал? И еще два балла. Вот это преимущество. Что творит парень в финале, а? И до перерыва сумел еще сделать два балла с крестный захват ног. Важно, чтобы нам показали табло, чтобы понять все-таки, нет преимущества. Я думал, 5-0, 3-0 преимущество. Хороший был взгляд, конечно, у Адама Сайтиева. Все понимает, что нужно делать. Сейчас такое давление усилит. Вот он накануне, конечно, Олимпиады в Сиднее, я его видел в Анкаре на чемпионате мира. Настолько был силен. Ну, никаких шансов никому не давал. Очень волевой, физически подготовленный, здорово техничный борец. Посмотрите, какие завязки. Буквально распинает своего соперника. Ведь Гацалов вот эту левую руку он не может в буквальном смысле вытащить, как за счет захвата ноги растянул. Знаете, как там несладко сейчас Гацалову и ногу держит, и руку растянул, но буквально в баранье ров согнул. Возмущается Бувасар Сайтиев. Он очень эмоциональный парень. Вот в отличие, скажем, от своего брата, знаете, это буквально два полярных человека. У Адама, у него как в омуте, он непонятно, что у него в душе, очень спокойный человек. А Бувасар взрывной. Взрывной и жутко переживает, прежде всего, за брата. Он, по-моему, и живет-то ради брата и ради, как бы, других спортсменов. Ему не столько важно свое выступление. Хотя человек вот все успел в спортивной карьере. И неоднократный чемпион мира, Европы, Олимпийских игр. Вообще феноменальный спортсмен. Вот из любой ситуации выходит победителем. Но сейчас, если он не является вот в этой ситуации секундантом именно Адама Сайтиева, потому что все-таки у Сайтиева есть личный тренер. Только тренер имеет право вот так вот апеллировать к судьям и решать какие-то вопросы. А Бувасар Сайтиев этого делать не должен. Нужно, конечно, держать себя в руках. И мы тем временем смотрим вот эти опасные моменты. Вот как выигрышные баллы. Сначала на зацепе обманул Адама Сайтиева, Каджимур Аграцалов. И потом вот сделал переворот из портера. И вот этот скрестный захват ног красивейший прием. И буквально в гонг уложился. Ну, значит, судьи не оценили вот этот прием, поэтому преимущество у него в два балла. А сейчас нам показывают вот как в опасное положение поставил осетина красноярец Адам Сайтиев. Интересно, что на таблое, какова ситуация. Еще делает зацеп. Адам, как и следовало ожидать, наращивая свое преимущество. Спокойно сейчас посмотрел на табло, каков там счет, какова ситуация. Видимо, уже для него неплохо. Потому что уж очень взгляд такой был, знаете, уверенного человека. Даже не человека, а такого уже волка, который уже все ведет этот поединок. Но непростой орешек-то, Каджимур Аграцалов. И это еще не все. Считает, что судья, что пассивно вел поединок сейчас Гацалов. Вот так апеллировал к Адаму Сайтиеву. Что ты выбираешь? Стойку или партер? Ну вот Адам, видимо, в борьбе стоя чувствует себя лучше. Посмотрите, вот вроде бы отдал ногу, пропустил захват. А не дает вот балта забрать, не дает. И сам еще контратакует из этого положения. Очень хорошо стоит на ногах. Сайти вообще тяжело, вы знаете, бросить. Вот если он сам себя не уронит. Потому что такой коренастый, крепкий парень. Очень цепко ногами за ковер держится. Вот нельзя так упираться за трико борцовское. Если судья увидит, сейчас может буквально балл сопернику дать. Да, так и есть. Наказывают Ходжимурада Гацалова. И вперед выходит Адам Сайтиев. Аналогичная завязка. Вот из этого положения оба брата и Бувацары, Адам умеют забежать за спину. Понимая это, рисковал сейчас Гацалов. Прихватил руку и хотел как бы соперника сбить на ковер. Но вот видите, опять попал вот в это положение. Раз пятого. Ну и вот так вот 5-3 закончился этот поединок. И очень важную для себя победу одержал во всех отношениях. Адам Сайтиев.